Жители Молдовы по-разному оценивают обращения судей, которые просят, чтобы их зарплаты были пересчитаны с учетом среднегодовой инфляции. В таком случае их оклады могут вырасти на 7-10 тысяч леев в зависимости от инстанции и опыта работы. Если парламент примет поправки в госбюджет, судьи будут зарабатывать от 28 до 41 тысячи леев. Некоторые граждане считают требования служителей Фемиды вполне обоснованными. Это нормально для судей в сравнении с европейскими зарплатами. Это еще мало. Это мое мнение. Мне кажется, что это нормально, учитывая их профессию и риски. Но при условии, что они честно работают, потому что наши люди подозревают их в коррупции и других вещах. Думаю, что зарплаты в Молдове надо поднимать всем, не только судьям. Пусть судья получает 41 тысячу, но остальные должны получать больше 15 тысяч. Не думаю, что для судей это много. Может, даже мало. Но только чтобы не было коррупции, зависит от его честности. Это очень важно. Может получать и 20 тысяч. Встречается мнение, что такое повышение судейских окладов – это много на фоне доходов других работников. Думаю, это слишком много. Большинство и без зарплаты зарабатывают достаточно денег. Каждый человек хочет получить зарплату повыше, в зависимости от результатов. Многие ошибки судей не наказываются, поэтому, мое мнение, еще не время. Надо очистить, в том числе, судебную систему. Это самое главное. Если говорить о европейской зарплате, то это нормально. Но если сравнить среднюю зарплату у нас, то это много. Насколько я знаю, сейчас у нас в стране средняя зарплата, к сожалению, составляет 10-15 тысяч леев. Я думаю, что это слишком большое повышение. Лучше бы подняли зарплаты тем, кто получает меньше 500 евро. Но когда получаешь больше 30 тысяч, извините, это много. Другие говорят, что не против повышения заработной платы, но это должно касаться всех категорий работников. Думаю, что должны поднять зарплаты всем бюджетникам. Если бы действительно всем платили от 30 тысяч, то было бы вполне нормально. Особенно у учителя, медперсоналу тоже. Они обычно мало очень получают. Ну и хотелось бы, чтобы все достойно зарабатывали и жили тоже, а не выживали. Думаю, что сейчас в стране очень много вопросов важнее, чем зарплаты судей. Это оклады преподавателей, врачей и других категорий граждан Молдовы, которые получают меньше уровня существования. Этот вопрос надо пересмотреть. Надо пойти учиться на судью. Думаю, что это очень много. Должна быть система, зарплаты не могут быть одинаковыми. Но у нас есть социальные слои, которые умирают с голода. Если увеличивать, то всем. Не только судьи страдают от инфляции. Вся страна страдает. Напомним, что недавно 275 судей из разных инстанций подписали обращение к парламенту, в котором они просят предусмотреть в госбюджете на 2023 год деньги на повышение их зарплат с размерно среднегодовому уровню инфляции. Конституционный суд ранее постановил, что это обязательство, но проект бюджета был одобрен в первом чтении без учета решения КС. В Минфине уточнили, что не приняли его во внимание, потому что на момент начала разработки документа такого решения КС не было. Но его включат в проект госбюджета ко второму чтению. Согласно исследованию, юстиция в Республике Молдова в цифрах сравнительный анализ, который провел Центр правовых ресурсов, молдавские служители Фемиды наряду с судьями из Грузии остаются самыми низкооплачиваемыми относительно средней зарплаты среди 44 стран Совета Европы.